Здравствуйте, коллеги, с вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о том, как заканчивается текущая торговая неделя. Мы видим довольно-таки вялое движение как и по индексам, так и по валютам. Вот как раз обсудим данную ситуацию и что рынки ждут и, в принципе, что может послужить очередными драйверами роста. Ну а перед началом я напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, я думаю, что многие обратили внимание на то, что последняя пара торговых сессий, ну именно пара торговых дней, рынки довольно-таки вялые, что индексы замерли, но только кроме индекса, пожалуй, NASDAQ, который двигается более активно, чем все остальные, но рынки сейчас выжидают. Во-первых, есть вероятность второй волны коронавируса, но, тем не менее, есть определенные предпосылки, которые могут дать как раз определенный импульс для дальнейшего движения фондового рынка. Давайте начнем с первой ситуации – это коронавирус. Мы на этой неделе практически каждый раз возвращаемся как раз к карте распространения коронавируса и, в принципе, здесь есть тоже интересный момент, на который важно обратить внимание. на прошлое, 17-го числа, то есть в среду, был зафиксирован рекордное количество зараженных за один день – порядка 176 тысяч. То есть, вновь мы видим, что данное движение у нас сохраняет восходящую динамику и количество зараженных распространяется. Если говорить о ключевой экономике, а именно США, то, фактически, здесь мы с вами тоже можем увидеть ситуацию, при которой то, ну, фактически, вот то нисходящее движение, которое у нас было, сейчас оно завершилось и в связи с вновь открытием снятия карантинных мер в ряде штатов США мы видим вновь рекорд по количеству зараженных и вчера это было 27, почти 28 тысяч. Безусловно, этот риск, он сохраняется и, ну, сейчас, опять же, как мы и говорили ранее, вероятность того, что уже больше готовы к новой волне, она сохраняется. Плюс, работают над вакцины и вполне вероятно, что это также несколько сглаживает ситуацию относительно опасения второй волны коронавируса. С точки зрения драйвера Фроста, что же у нас может быть? Вот я также нашел на своем любимом сайте очень интересную статистику, которая пока говорит о том, что несмотря на то, что, ну, то есть, вот фактически мы с вами видели рост фондового рынка колоссальными темпами за последние пару месяцев. Здесь есть несколько факторов, которые на этот рост могли повлиять. Фактически здесь есть достаточно большой приток новых денег. То есть, те люди, кто никогда, условно, не покупал там акции, не инвестировал, они приходят на рынок, потому что все говорили об этой ситуации, когда надо покупать, когда рынки упадут. И вот многие дождались как раз этого момента, произошел приток новых денег. С точки зрения, что называется, можно назвать умных денег, то есть, денег фондов и уже институциональных инвесторов. Мы с вами слышали о том, что Баффет уходит в кэш и фактически многие как раз фонды закрывали свои позиции для того, чтобы как раз начать вновь покупать. И фактически данный график демонстрирует ситуацию, когда частные фонды уходят в кэш. То есть, фактически рост колоссальный. Колоссальный рост с 2008 года. И фактически вот сейчас тот кэш, который накопился на балансе фондов, он и вновь может послужить как раз новым драйвером для продолжения дальнейшего движения. То есть, фактически есть на что покупать. Теперь вот нужно как раз найти, что покупать. Вот одна из предпосылок того, что сейчас рынок как раз в неопределенности. Мы чуть позже поговорим именно о технической картине, то есть, что на рынках происходит. Но вот сейчас такие ряд фундаментальных моментов. Также напомню, мы с вами об этом говорили две недели назад, о том, что один из вариантов как раз то, что может повлиять на рост. Многие связывали как раз эту ситуацию, особенно в русскоязычном пространстве. Да, вот связывали ситуацию с экспирацией фьючерса S&P 500, который произойдет как раз сегодня. То есть, в понедельник начнется торговаться новый контракт. И фактически мы проводили аналогию. Вот я сейчас быстро покажу именно в разрезе индекса S&P 500. То есть, вот как раз вот тот рост, который начался последний в марте, он начался после экспирации фьючерса. Если мы вновь вернемся на график, который я открыл. То есть, вот экспирация была 20 марта и, собственно, уже потом 23 марта в понедельник вновь начался рост. Будет ли такая аналогия сейчас или нет, мы не знаем. Мы с вами смотрели то, что фактически исторически тут можно найти аналогию, но нет подтверждения этого факта. То, что да, когда происходит экспирация, рынок начинает или падать, или расти. То есть, фактически пока мы нашли пару случаев, которые действительно исторически повторялись, но не факт, что это произойдет в этот раз. Тем более, цена сейчас не на минимумах. То есть, да, если бы мы упали перед экспирацией, то вполне вероятно, мы могли бы увидеть подтверждение этой теории. Но сейчас мы находимся достаточно близко на локальных максимумах. Нет ярко выраженного движения с точки зрения часового таймфрейма. Поэтому, ну, мы можем свести. То есть, как раз на следующей неделе мы посмотрим, насколько эта теория себя оправдывает. Ну, а пока давайте поговорим о том, что сейчас на рынках происходит и, в принципе, что стоит ожидать. Фактически я, лично мое мнение сейчас, оно остается за продолжение роста как фондового рынка, так и падение, например, американского доллара. Поэтому я продолжу искать покупки, например, также по евро. Сейчас мы подошли к области 1.12. Также достаточно неплохой уровень поддержки, от которого мы тоже можем увидеть продолжение роста. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма здесь я для себя как раз буду искать завершение вот этой коррекционной нисходящей волны, из которой, к сожалению, меня выбило вот на данном движении. Об этом мы говорили тоже ранее. И уже присмотрюсь к покупкам. Фактически здесь для меня ситуация входа на покупку. Вот по евро ситуация выглядит довольно-таки интересно. Поэтому евро, наверное, один из ключевых инструментов, по которому я присмотрюсь как раз к открытию позиции. И, собственно, здесь я буду ожидать закрепления выше максимума, которые были сформированы вчера в четверг. То есть если это произойдет сегодня, то буду искать возможность уже купить с целью как раз дальнейшего продолжения роста на 1.1422. Фактически здесь будет возможность получить довольно-таки неплохое соотношение риск-прибыль. Но пока данного подтверждения нет. То есть я все-таки буду ждать, когда цена даст вот это закрепление. То есть для меня это является триггером для входа именно в сделку. И вот после этого буду искать уже возможности купить. Главное, чтобы еще рынок дал хорошую цену для входа. По британской валюте здесь мы тоже видим, что цена торгуется уже достаточно низко после того восходящего движения, которое было. То есть рост порядка 6%. То есть фактически хорошие уровни, чтобы покупать. Достаточно дешево в разрезе последних пару месяцев. И потенциал роста здесь сохраняется. Но опять же тренд пока здесь сохраняется также восходящий. Поэтому по британской валюте наверное не очень комфортно. То есть вчера мы видели обновление локальных минимумов. То есть мы видим все-таки сохранение нисходящей формации на текущий момент. И хорошие уровни могут сформироваться на мой взгляд на следующей неделе. То есть вряд ли сегодня. Потому что если мы уйдем выше максимум, которые были сформированы вчера. То фактически мы будем вот в середине этого диапазона торговли последних нескольких недель. А цена для входа в этом случае будет не самая комфортная. Поэтому скорее всего здесь может появиться как раз хорошая сделка на вход, на покупку. Но скорее всего на следующей. То есть на следующей неделе она будет лучше, чем сегодня, к примеру. по паре американский доллар, канадский доллар. Здесь мы тоже вот завершаем то коррекционное движение, которое у нас здесь было. И появляется также возможность для поиска продаж. По данной паре фактически такие предпосылки мы видели в начале 16-го числа. То есть началось вновь нисходящее движение. Но рынок несколько был в смешанных настроениях. Поэтому здесь я сделок тоже не открывал. А вот как раз если цена сможет обновить локальный минимум, то есть если мы уйдем ниже минимумов четверга, то тоже неплохая точка для входа здесь может получиться. Ну а если мы закрепляемся выше, то нужно будет ждать уже точно новых уровней, новых как раз сетапов для входа именно на продажу. То есть рынок, как я уже сказал, то есть в принципе в названии данного видео вы видите, то есть рынок он несколько в смешанных чувствах. То есть он не может определиться, куда же ему двигаться. Поэтому мы видим то движение вверх, то движение вниз без удержания какой-то идеи, без удержания какого-то тренда в течение хотя бы пары торговых сессий. По паре американский доллар, японская иена, здесь позицию я закрыл руками. То есть вот я входил на покупку, довольно-таки неплохой был вход, но фактически импульса мы здесь не увидели. То есть рынок опять же торговался очень вяло и 17-го числа мы начали торговлю ниже минимального значения 16-го числа. Ну и собственно здесь я уже закрывал торговлю руками, так как здесь вероятность вот этого нисходящего движения она вновь была выше. Ну и пока мы удерживаемся ниже области поддержки 106.60. Предпосылки на возобновление роста здесь безусловно сохраняются. Но я здесь буду входить заново на покупки, если цена сможет закрепиться выше уровня 107.14. То есть фактически вот еще одна тоже пара довольно-таки интересная с точки зрения технической картины. Если мы сегодня уйдем выше данного уровня, будет сигнал на вход, то еще раз покупки здесь я для себя рассмотрю. Если обновим локальные минимумы, то буду искать покупки уже безусловно чуть позже. По паре австралийский доллар и американский доллар здесь мы тоже видим некоторые предпосылки завершения данной нисходящей формации. Нет каких-то четких уровней, но тем не менее пока ситуация выглядит тоже довольно-таки смешанно. Есть предпосылки на поиск покупок как раз если цена закрепляется выше области 6901. Это максимум. Вчерашние торговые сессии мы довольно-таки далеко от минимумов. То есть я все-таки больше люблю входить на локальных минимумов или на локальных максимумов, но тем не менее здесь как раз вероятность продолжения падения американского доллара и роста фондового рынка довольно-таки высока. Поэтому здесь данную сделку я тоже вероятно рассмотрю, если цена сможет как раз закрепиться выше максимумов четверга. По новозеландцу тоже картина несколько похожа. Вот завершается данное коррекционное движение. Как я говорил, то есть я продолжу покупать как раз на продолжение тренда. Собственно новозеландец сегодня обновил локальные минимумы, что несколько дает предпосылки как раз на продолжение еще нисходящей формации. Но в том случае если мы увидим рост и увидим закрепление выше локальных максимумов, то фактически это нас вернет к покупкам по данной паре. Здесь уже вопрос по какой цене удастся хорошо войти. То есть здесь нужно будет смотреть соотношение риск прибыли. То есть фактически вот мы видим цель роста. Это 65-78. Ну вот дальше нужно будет уже сохранить баланс между риск прибыли. То есть при соотношении там 1 к 3 в эту сделку было бы интересно войти. А золото делает попытки восстановления восходящего движения. То есть опять же здесь мы последние несколько торговых сессий видим такой боковик. То есть вот этот боковик мы видим на всех инструментах. И как раз вот нет какой-то четкой уверенности стоит ли входить как и на покупки, так и на продажи. И золото тоже вот торгуется в таких в некоторых сомнениях. С одной стороны вчера мы видели обновление локального максимума, затем мы ушли вниз и закрылись практически по рядом с ценами открытия. Рядом с ценами открытия, прошу прощения. Сейчас золото набирает рост, подрастаем уже практически на 1% с момента открытия, с момента начала торговли сегодня. И вот движемся в этом боковике. То есть общий настрой все-таки сохраняется восходящий. Есть смысл присоединяться на коррекциях, но пока здесь опять же четко ярко выраженного направления здесь нет. По индексу DAX мы отбились от области поддержки на 11835, фактически перешли вновь в фазу роста. То есть вот как раз здесь было активное движение 15 числа. 15 это у нас был как раз понедельник. То есть мы завершили вот то нисходящее движение, которое было всю прошлую неделю. И эта неделя она все-таки идет под знаком роста. Но пока опять же присоединяться на тех уровнях было не совсем разумно. Сейчас можем уйти еще в одну коррекцию. А если обновим локальный максимум, то как раз здесь получим подтверждение сохранения данной восходящей информации. По DAX пока я сделок не рассматриваю. S&P 500 в этом случае мне кажется чуть более интересно. Ну и в принципе вероятность роста здесь гораздо выше, чем по DAX. Скорее всего DAX будет подтягиваться за S&P 500. Но у меня здесь стоял отложенный ордер на продажу, который я удалил как раз сегодня утром. Потому что если бы вчера мы сюда зашли, то есть где у меня стоял отложенный ордер примерно по цене 3144 по S&P, то тогда открыть сделку на продажу было бы интересно. Сейчас, так как вчера закрылась уже торговая сессия, сегодня мы подходили вплотную как раз к данному уровню обновления максимумов, которых как раз даст предпосылки на продолжение роста. Вот здесь я принял решение все-таки этот отложенный ордер удалить и искать уже возможности покупок. То есть сейчас буду ждать, если она сможет закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии, на коррекциях буду заходить на покупку со стоп-лоссом как раз ниже области 3072. То есть вот здесь как раз такой боковик по S&P 3070-3200. Ну вот цели роста. И фактически здесь есть интересная возможность войти на рост при хорошем потенциале, при минимальных уровнях. То есть вот здесь как раз это было бы интересно в случае как раз удержания выше области 3070. То есть здесь я продолжу искать безусловно покупки непосредственно по тренду. Ну и нефть у нас продолжает штурмовать локальный максимум по CFD на нефть марки Brent. Мы видим торговлю уже вблизи максимальных значениях июня. Ну и в принципе исторический максимум, который мы видим за последние пару месяцев. Поэтому здесь тенденция с нисходящей сменилась на восходящую. Это как раз произошло в понедельник. Ну и собственно рост нефти здесь мы тоже видим. Ну и в том числе по фьючерсу на WTI данная тенденция у нас тоже сохраняется. Поэтому рост по нефти у нас преобладает. Ну вот как я уже сказал, то есть рынок он в несколько смешанных чувствах сейчас находится. Есть как предпосылки за рост, так и предпосылки за падение. О своих идеях я вам рассказал. Ну и напомню, что если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и поставить галочку на уведомление, то есть нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о всех новых видео, которые мы загружаем. Ну а на сегодня это все. Всем желаю хорошего завершения торговой недели. Мы с вами увидимся в понедельник. Ну и фактически посмотрим, подтвердилась ли теория с экспирацией фьючерсов. Ну и в принципе как завершилась текущая торговая неделя и что мы можем ожидать дальше. С вами был Исаков Роман, компания «Адмирал Маркес». Всем желаю хорошего торгового дня, хорошего завершения торговой недели. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok